Приветствую вас. Итак, ваш вопрос, который вы задаёте. Каждый ли мужчина способен раскаяться в том, что он бросил семью? Нет, не каждый, потому что есть такие мужчины, которые бросают семьи, потому что им там не нравится, их в семье ничего не держит, они к семье не привязаны, и вообще их ценности, их взгляды, их мировоззрение изменились настолько, что они считают уже, что именно эта семья им нужна. Поэтому раскаяться способен не счёт, кто поступает против самого себя, против своих ценностей, ну, там, будучи во власти каких-либо эмоций, либо страсти, либо увлечений, либо идей. С другой стороны, сам термин, самая постановка вопроса «бросить семью» является, на мой взгляд, несколько деструктивной, потому что, ну, то значит «бросить семью». Если человек бросает семью, значит, он не является частью семьи уже. Он не является частью семьи либо локально, если мы говорим об увлечении и временном помутнении сознания человека, либо глобально, если мы говорим о том, то человек это делает, осознавая, что он больше не хочет находиться в семье. То есть человек, который бросает семью, уже не семья, уже не член семьи. Уже просто чужой, по сути, чужой семье человек. Тогда он, эээ, неформально он, как бы, может являться еще мужем, эээ, попсумом, там, с кем-то еще, если есть еще родственники. Но он уже не семья, если он бросает семью. Понимаете? Какая штука. А семья, которую бросили, в данном контексте выступает как своего рода жертва. То есть вот я, семья, ну, семья такая бедная из-за того, что ее бросили. Ну вот, вы извините, конечно, но... Почему? Это, знаете, как, как вот с девочкой, например, да, вот девочка говорит, меня бросил парень. Что значит бросил парень? Эээ, парень выбрал уйти, да, от тебя, там, неважно по каким причинам, он выиграл это. Он тебя не бросал. То, что человек чувствует себя против, это да, но это другая история. Это история, при которой на свой счет воспринимается то, как поступил мужчина. То есть в семье воспринимают на свой счет, как поступил мужчина против их семью. И здесь мы переходим к следующему моменту, что некорректно использовать это слово семья. Потому что что такое семья? Вот, серьезно. Что такое семья? Семья это социальный институт. Это социальное образование. Семья. Но кроме того, что это социальное образование, что еще представляет из себя семья? Да, там есть семейные связи, есть семейный бюджет, есть семейная организация, семейная система, все это да. Но это социальное, социальное, это все носит социальный характер. И существует это только в рамках социальной реальности. То есть в рамках общества, в рамках группы. Но конечный итог и адресат любых процессов, происходивших в, правильно сказать, протекающих. Конечный адресат всех процессов, протекающих в группах и в семье является человек. Является индивид, личность. Так, личность чувствует себя брошенной кем-то? Вот, в вашем случае мужчина. Если да, то это вопрос личности. Почему действия человека направлены на себя, а уход из семьи, как правило, это действия для себя? Для себя. Ну, гораздо реже это делается для других. Почему личность чувствует себя брошенным? Почему индивид чувствует себя брошенным? Из-за того, что от него ушли? Как правило, это проблема самого индивида. И, как правило, это проблема связана с тем, что в детстве такого человека часто оставляли одного. Вот о чем можно вести речь. Ну, понятно, что здесь можно параллельно поднять вопрос о том, от чего такая личность, такой индивид, который чувствует себя брошенным, хочет для того, кто ушел, или хотел для того, кто ушел. Вот. И так далее. Ну, это уже детали, это уже такие более тонкие детали. Дальше. Если, второй вопрос, который вы задаете, если раскаивается, то о чем это говорит? Ну, смотрите. Если человек раскаивается, то это говорит о двух вещах. Два варианта. Точнее, не два, а три. Три варианта. Три. Первое. Человек пошел против себя, против своих ценностей, против того, что ему важно, поддавшись какому-то эмоциональному порыву. Вот. И, соответственно, чувствуя, что он предал себя, в первую очередь предал свои ценности, человек раскаивается в том, что в том, что ушел из семьи. Потому что семья для него важна, потому что людей, которые в семье человек, мужчина любит. Вот. И, как бы, понимают, что они без него, в общем-то, страдают. А с ним они будут счастливы. Это первое. Второе. Человек уходит из семьи, пытается что-то сделать. Ну, к примеру, построить отношения с другим человеком. Да. Если это мужчина, то, ну, пусть это будет, вот, другая женщина. Мужчина, мужчина строит отношения с другой женщиной. Или с другим мужчиной, если внезапно у мужчины открывается такая сторона сексуальности. Вот. Из этого ничего не получается. И человек понимает, что вот этот путь тупиковый. И приходит понимание того, что вот семья, из которого он ушел, ну, в общем-то, она лучше. То есть там было хорошо, там было тепло, там было спокойно, там было стабильно. То есть это вопрос идеализации. То есть чем сильнее идеализируется то, ради чего уходит человек из семьи, тем сильнее оно же потом будет деидеализироваться, и тем сильнее будет идеализироваться семья. Это не всегда и не всегда приводит к тому, что, ну, люди возвращаются в семью. Потому что есть такие вещи, как гордость, есть такие вещи, как страх, есть такие вещи, как стыд, как неуверенность, все это мешало. И не всегда это плохо. Но процессы идеализации и деидеализации происходят всегда. При условии, что изначально они есть. Дальше. Чувство вины. Чувство вины – это такая догматично-интроективная история. То есть вот, например, существует такая установка, что семью бросать нельзя. Семья – это всё. Семья – это самое важное в жизни. Вот очень много людей живут по такому принципу. И на самом деле не очень много тех, кто, вот следуя такому принципу, действительно, как бы разделяют своими ценностями этот самый принцип. Люди, которые этого не разделяют, ну, они, вот, чувствуют себя в той или иной степени неслободными. Поэтому, когда человек поддаётся своим желаниям, как реакции на несвободу, и когда эти желания более-менее удовлетворяются, то есть, например, человек чувствует себя несвободным в семье. И, бобыв свободным вне семьи, удовлетворяясь эту потребность в свободе на какое-то время. Человек, в общем и целом, вновь возвращается к той прежней установке, которая даёт о себе знать сильнее. Потому что, эмоциональное напряжение немножко спало, потребность в свободе была удовлетворена, и мозг начал работать лучше. Интеллект начал функционировать активнее. И, когда интеллект функционирует активнее, то сразу вот эти привычные догмы, которые были изначально, если они есть, они начинают сразу давить на человека и просыпаются от чувства вины. И человек может ещё и поэтому раскаивать. Вот. Такая вот история. Я не очень, не очень понимаю, как это всё можно применить на практике и к чему вы задали эти вопросы. То есть, я могу предположить, что вот у вас семья, и что из семьи ушёл мужчина, и что теперь он раскаивается, и вы не знаете, верите ему или нет. Я это понимаю прекрасно. Я также могу представить более такой интересный вариант, что вы мужчина, и что вы ушли из семьи, и теперь вот вы раскаиваетесь, и раскаиваетесь, и спрашиваетесь, о чём это говорит. Правда, мне кажется, второй вопрос здесь был бы неуместен. Ну, давайте будем исходить из того, что вы женщина, а вы замужем за мужчины, у вас есть ребёнок или дети, и мужчина ушёл из семьи, а теперь она раскаивает, и хочет вернуться, и вы вот находитесь на перепуте, и не знаете доверять ему или нет. Я вам здесь могу сказать только следующее, с учётом того, что информации больше нет. Вопрос доверия, это всегда вопрос доверия себе. То есть это вопрос доверия самому себе. Отношения, вот такое реалистичное понимание отношений. заключается в выборе, в наличии выбора. То есть человек, находясь в отношениях, делает выбор, каждую секунду, быть ему другим или нет. И нужно понимать, что вот сейчас, пока мужчина раскаивается вне зависимости от того, что привело его к этому, люди не всегда даже сами отдают себе отчёт, что их приводит к тем или иным поступкам. Сейчас мужчина верит, что хочет быть самым. И в этом ему можно доверять. Но вопрос не в том, доверяете ли вы ему, вопрос в том, доверяете ли вы себе. Если вы доверяете себе, то вы понимаете, что вот человек сейчас хочет, потом он может переходить. Вы спросите себя, чего вы хотите для мужчины. Вы спросите себя, любите ли вы его, то есть хотите ли, чтобы он был счастлив. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, сделайте так, чтобы у него не появилось больше желания уходить из семьи. Вот это всё. Со своей стороны сделайте всё возможное. Со своей. Не нужно брать полностью ответственность. Но со своей стороны сделайте всё возможное, чтобы человек не хотел уходить из семьи. В конце концов, вы можете поставить вполне разумное такое условие, мол, вот, у нас, ну, очевидно, есть проблемы, да, раз ты ушёл из семьи. Давай обратимся к психологу и поговорим с психологом, ну, вот, обговорим проблемы и подумаем, как с ними работать и что с ними можно сделать. Вот. И всё. Если вы воспринимаете на свой счёт то, что мужчина ушёл из семьи, то мне кажется, что принимать его, опять же, в семью, да, не стоит, пока у вас есть вот эта вот обида. Потому что обида – это ваша личная ответственность, это ваши собственные ожидания и, на мой взгляд, с ними нужно разобраться в первую очередь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.